Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забыли, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Начнем с одного из самых крупных достижений уходящей недели. 26 августа в Ижевске завершился чемпион России под дзюдо среди ветеранов. В чемпионате приняло участие около 190 спортсменов из разных регионов России. Сыровчанин Юрий Пенегин стал обладателем звания чемпиона России в возрастной категории от 45 до 49 лет в весовой категории до 100 килограммов, одержав победу в двух сматках с соперниками из Башкирии и Свердловска. Первый по очкам в дополнительное время, а финальный чистым броском на второй минуте. Я до армии занимался только этим видом. А до этого пробовали и бокс, и легкую атлетику, и кучу кружков. Все, то есть, искали, где себя применил. Вот остановились на борьбе у нас как-то. Потянул больно. 26 августа в Коломне подошел к концу чемпионат России по купольной акробатике. Команда нижегородцев выступила на соревнованиях и завоевала первое место. В числе спортсменов уроженец Сарова Кирилл Тюпанов. 25 и 26 августа на базе детского оздоровительного лагеря имени Гайдара прошел девятый спортивный молодежный слет «Осенний марафон». 14 команд подразделений ядерного центра состязались в молодежных стартах. Соревнования включали бампер-бол, это футбол в огромных шарах, похожий-таки на зорбы. Стрельбу из духовых ружей, эстафетов в бассейне, эстафетов командов, спасение на катамаране утопающего в мокше и прочее. Бампер-бол – это новый и необычный для нашего города вид спорта. Несколько игроков от каждой команды, футбольное поле и мяч, который нужно забить в ворота соперника. Но сделать это не так-то просто. На каждого участника надевается специальная надувная сфера, в которой падать совсем не больно. А совершать комбинации с мячом достаточно сложно. Соревнования по бампер-болу – одно из самых зрелищных испытаний спортивного осеннего марафона. Настолько гармонично все подобрано. Команд очень много, и структура самого осеннего марафона продумывалась не один год. Не один год строилась вся эта программа. То, что сейчас у нас есть, это действительно уже отработанное годами мероприятие. И оно шикарное. Оно действительно очень интересное и очень насыщенное. К подготовке команды на спортивный марафон в Гайдаре каждое подразделение ядерного центра относится крайне ответственно. В основном делают ставку на самых спортивных молодых специалистов. Команда завода «Авангард» в этом году выставила на марафон обновленный состав. Несмотря на соревновательный дух и высокую конкуренцию среди команд, участники приехали на марафон не только за победой. Это сплочение команды, дружба, понимание, взаимопонимание. То есть никогда не надо ссориться, надо к единому мнению приходить. Иначе никакой конкурс и спортивные мероприятия не будет получаться. По правилам в осеннем марафоне принимают участие молодые специалисты ядерного центра в возрасте до 35 лет. Однако это яркое и интересное событие не оставляет равнодушными и тех, кто защищал честь родного завода на спортивных марафонах в прошлые годы. Сегодня они активные участники группы поддержки. Здесь ребята не только увлечены спортом, но они еще и общаются между собой. Это очень сплочает коллектив и вызывает бурю положительных и хороших эмоций. Полоса препятствий, спасение утопающего на катамаране, стрельба из духовых трубок, эстафета на воде и многое другое. Каждый год организаторы стараются удивить участников интересной программой, главная цель которой – команда образования. У нас одна из ценностей Росатома – это единая команда. Вот тут, по-моему, в полной мере единая команда отражается полностью. Уважение здесь тоже есть. На результат тоже. Все ценности Росатома мы прошли по полной программе на всех этапах нашего квеста. Поэтому я бы сказала, что полностью соответствуем политике госкорпорации. В течение всего дня команды представителей различных подразделений ядерного центра боролись за звание лучшие из лучших. И несмотря на то, что победитель только один, удовольствие от участия в осеннем марафоне получил каждый. Дарят Сопорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В итоге третье место в молодежных стартах заняла команда «Авангард». Второе команда заводила. Ну а победителем стала команда «40 градусов». На этой неделе стало известно, что легкоатлет из «Дюшикар» стал чемпионом России в тройном прыжке с результатом 13 метров 9 сантиметров. С чемпионом встретилась наша Ирина Вышегородцева. Беговая дорожка, линии старта и финиша, тренировки шесть дней в неделю и всего несколько часов на отдых. Стремление побеждать у Павла Жаркова появилось еще в детстве. В возрасте семи лет спортсмен понял, что хочет стать титулованным атлетом. И первое место на всероссийских соревнованиях в Петрозаводске – серьезный шаг на пути к достижению поставленной цели. На турниры спортсмен приезжает не только покорять вершины, но и ставить новые рекорды. – Выполнять новые разряды, ставить личные рекорды, вообще так же проходить на следующий уровень. На всероссийских соревнованиях по легкой атлетике выступали спортсмены из 43 регионов нашей страны. И каждый из них приехал в Петрозаводск только за победой. По итогам соревнований саровчанин Павел Жарков стал четвертым в дисциплине прыжки в длину, а в тройном прыжке занял уверенное первое место. – Прыжки – это вообще один из техничных видов техники. Постоянно работаем над техникой. – Молодец, сделал все, что мог. Условия были в это время очень плохие. Дождик был и сырый, и лужи были. Тройной в песок весь грязный. У него хороший результат есть, у него есть, что он чемпионское звание. Я думаю, что его теперь будут включать в основной состав Нижегородской области. Впереди у Павла еще много соревнований с самого различного уровня, а значит много новых побед и рекордов. Ирина Вышегородцова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В прошлые выходные на базе конно-спортивного клуба «Феникс» прошли очередные соревнования. Мальчишки и девчонки показывали судьям и зрителям, чему они научились за год. Своими глазами увидела все Елена Грицкова. Соревнования по троеборью начались с выездки в стиле вестерн. Несмотря на говорящие названия, в первый день турнира не было ни стрельбы, ни скачек на высокой скорости. Конкурсантам предлагалось чисто выполнить несколько этапов. Змеяка, серпантин, гараж, метка бросить обрач на стойку и в завершение продемонстрировать учебную выездку. А это вестерн, это то, что мы придумали. Значит, проехать какие-то элементы, которые помогают детям, всадникам научиться рулить лошадкой. Занятия в конном клубе «Феникс» не прекращаются даже летом. На соревнованиях воспитанники демонстрируют все, чему научились на тренировках. Поэтому для каждого спортсмена важно выполнить элементы эстафеты правильно. Оценивали выступление участников по четким критериям. Оценивается баллами. Если ничего не получилось, ставится бараночка, нолик. И будет время. Значит, время – это на случай, если вдруг одинаковый результат получается у всадников, мы еще будем учитывать время. Кристина Бескова занимается в конном клубе более 10 лет и точно знает, в чем заключается успех в соревнованиях. Выходя на поле, она надеется показать все, чему научилась за годы увлечения конным спортом. Свою лошадь Донату она называет «Ласково Доней» и считает своим другом. Для начала надо добиться взаимопонимания, чтобы лошадь к себе привыкла. Лошади есть разные, у каждой лошади тоже свой характер. Кристина хорошо изучила характер своей подопечной и признается, что с любимицей порой бывает непросто. Но от этого общение с животным становится все более интересным, а тренировки приносят море эмоций. Она очень такая вспыльчивая лошадка, с ней надо всегда мягко, то есть ей нельзя грубить совершенно, даже если она хулиганит, с ней всегда надо очень мягко работать, договариваться. Соревнования по троеборю продолжатся 31 августа. В 6 часов вечера на окраине деревни Орешки начнется заключительный этап турнира «Степель с Чес» или «Скачки с препятствиями на 3 километра». Затем будут подведены итоги и награждены сильнейшие. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Команда «Внеф» приняла участие во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию для лиц среднего, старшего и пожилого возраста «Кубок ветеранов». Более 800 спортсменов из 32 регионов России стали участниками этих соревнований. Саровские ветераны спортивного ориентирования заняли призовые места. Сергей Егоршин завоевал золото на короткой трассе и серебро на средней. Александра Шарова стала обладательницей серебряной медали на средней трассе. Каждый из остальных участников команды попал в десятку сильнейших на одной из трасс. Сразу несколько позитивных новостей пришло из стана ХК «Саров». Первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, победа, ребят, в первой игре традиционного предсезонного турнира в Тольятти. Соперником команды стал ЦСКА ВВС из Самары. Команда Игоря Веркина действовала быстро и решительно и не оставила противнику никаких шансов. Благодаря слаженным действиям в атаке саровчане забили три безответных шайбы. А второе, это новость о том, что руководство хоккейного клуба «Саров» приняло решение сохранить цены на покупку абонементов и входных билетов на уровне прошлого года. Также предусмотрена скидка при покупке билетов для пенсионеров, студентов и детей до 18 лет. Льготным категориям граждан при покупке, а также при походе на стадион в обязательном порядке следует предъявлять соответствующий документ. Обмен прошлогодних абонементов пройдет с 3 по 7 сентября, с 10 сентября откроется их свободная продажа для всех желающих, ну а продажа билета начнется с 15 сентября. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!